Продолжение следует... 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 Это пока не сказали, что надо проверить четвёртого игрока, чтобы разбираться между 3 и 5. Я не понимаю, как цвет любой четвёртого игрока даст нам понимание цветов 3 и 5. Я этого не понял. Есть цвет второго игрока, которого все вообще признают. Сказали, что он красный. Она говорит, что 4 и 5 больше игрока красный. С акцентом небольшим, что пятая на данный момент покраснеет. То есть проверка 4, что даст третью чёрную? Мне так не кажется. Мне кажется, 2 и 3 именно красные игроки. Вот, восьмая победила тоже неплохо. Вот, шестого я отстегнул, потому что выбросили на четвёртого игрока. Мне четвёртый не особо нравится. Вот, поэтому такое, что я не знаю, потому что вы спорный. Я не хочу брать какие-то конфликты. Я взял какие-то боли для себя, уверен, что я не хочу разбивать сейчас именно конфликты, потому что я часто в них сам попадаю, а люди оттуда отстегнут. Я спонсоряю 9 на голосование. Обязательно переговорите. Интересная позиция. Я хочу снова услышать вас, и мне мало вас было. Мало. Хорошие. Вот, смотрите, либо они поднимаются, либо, если игрок делает какое-то действие, как бы не нужно ничего лишнего предпринимать, и всё. Вот, я отдаюсь полностью посылу игрока номер 2. Видите, я полная отдача. Почему шестого почитал красный? Такой прикольный момент был. Вот, когда там момент, ведущий говорил, что маски натяните вниз. Поняли? Вот. Засмеялись только я, игрок номер 6 в том моменту. Ну, как бы, мафия вряд ли будет смеяться. То есть я мирный игрок. Я смеялся, мне было смешно, потому что у меня маска была дотяна, и, не знаю, до нижней губы, наверное, и всё. То есть как-то так. Мне понравилась речь 2, речь 5, речь 6. Я играю 2-5-6, это моя команда, 2-5-6. Больше я не беру, я не хочу пока что других игроков брать. Что, он, я хлопал, специально я это делал, но что непонятного? Я уже обозначил игроку номер 6, что я подозреваю 9. Он кивает. Игроку номер 2 обозначил, что я его подозреваю. Голосование 1-9, 1-9. Кто голосует против 1? Спасибо, 5 голосов. 5 голосов отошли игрок номер 9. Перестрелка господин Массимус. Смотрите, мне показали сдавая 5 игроки больше красным. Вызор, то что для меня, вторая за то, что аргумент по поводу моей же речи. Смотрите, сейчас, давайте важную, пожалуйста, проверьте 4. Восьмая говорит, я объясню, послушайте, неважно. Если 4 черный, 8, я думаю, обязательно вместе с ним. Если 4 красный, 8 тоже точно красный. Потому что, иначе у него вот именно из-за мысли, что 8 подумала, что 3-5 ее слышали. Поэтому для меня важна проверка 4, пожалуйста. Что вы его слушаете? Он меня устал. Я не в том национальном состоянии, чтобы сейчас с вами податься. Очень странная у вас позиция. Сыграть 2-5-6, где 6-й красный, потому что он тоже смеялся, когда ведущий что-то там сказал. Вот нашел цвет, прямо достал его вот так вот с неба, с космоса, ну все пришло. Зачем проверка 4? Я не понимаю, я бы пошел проверить 6-го игрока, чтобы отдал понимание, кто такой 10-й игрок. Вот и все. У меня есть подозрение к первому игроку, исключительно из-за того, что когда 10-й посмеялся, когда первый сказал, что мне показали вот так, а он сказал 10-й красный. Какой он это понял? От этого флайя не понимаю. Голосование 1-9, 1-9. Кто голосует против игрока номер 1? Спасибо, это 4 голоса. Поставьте руки против игрока номер 9. Спасибо, это 6 голосов. Последнее слово господин Меркадем. Спасибо. Я борюсь с агнем внутри меня. Хочется выглядеть достойно все-таки в этом пути. Вы берете за мной этого молодого человека, он себе позволил точно такое же, сломать игрока, потом сидеть такой вот такой, я ни при чем. Выгол 3 в 3, всем улыбается нагло в лицо и все такие, боже, какая великолепная игра. Соберете этого парня, я думаю, проверка 6, неплохая, если вы согласны с проверкой 6. Мне не кажется, что проверка 7 прям очень хорошая. Ну, 4, смотрите, 4 красные, кто 7? Не особо понятно, кто 7. Мне, с моей колокольной, мне кажется, 2-3-8 именно игроки красные. Седьмая, вы дальше поговорили, я бы понял дальше этот цвет. С проверкой 6, можно уже там талаброй заправлять. Стреляет за игрок номер 4, точно! В городе наступает ночь. Субтитры сделал DimaTorzok В городе утро. Доброе утро, уважаемые игроки, в этом городе промах. Это игроковая нескольких, я сказала, что у вас. Так, смотрите, кого отделить, скольких троих? Смотрите, мне кажется, что 10 больше красный. Он мне вскрылся по нулевому кругу и сказал, что будет ломать. И сказал, спросил у меня, в кого я хочу, чтобы он назначил отстрел. Я показала ему в 4. Ну, типа, он сказал мне, дай мне выбирать, типа, я точно считаю тебя красным игроком. Давайте не делить троих. Давайте устроим показательное какое-то голосование. Я что-то пока не уверена в цветах. Мне кажется, каких троих мы будем делить. Мне кажется, что 7 больше красный. В стране голосования игрока номер 3. Вы думаете, 1, 3, 8. Блин, ребят, смотрите, у меня нет уверенности по цветам. Я бы 3 не делила на данный момент. Давайте что-то подумаем. Мне казалось, что 7 больше красный, об этом игроковая порассуждала. Мне тоже казалось, что она больше красный, потому что она очень полярно взяла позицию. Блин, я подумала, что вы ему вскрылись, и он, типа, ломал, потому что я видела, что вы здесь жестикулируете. Я реально подумала, что он вскрылся. Что? Я черная. Странно, я, ну, это тупо, просто тупо, вы понимаете? Зачем говорить и только ему вскрылись? Венешерис, все. Я что, сказала, что я что-то видела? Я сказала, я подумала, я подумала, я думаю, в отличие от вас, группа номером 6. И говорю об этом, я горжусь этим, больше, более этого. Выставляю 4, выставляю 1, между 1 и 4. Мафия первой на Попиле сказала, попросил проверку 4, мне 4 не понравилось, я пошутила про то, что я вас слышала. Вы восприняли это так, как будто реально испугались, что я там что-то слышала и сыграли против меня. Слушайте, пожалуйста, мои аргументы. Можно послушать? Игрок по номерам 4, его оборот речь, он говорит, между 2-3, вторая краснее. Не было никакого между 2-3, я сыграла с 2. Он не привел ни один аргумент, почему я черно сказал, между 2-3, как будто мы сыграли против друг друга. Мне кажется, что 6 красный. Мне непонятно, почему вы называете, допустим, ту же пятую красную. Я бы 1-4-5 вообще поднимала. Господин инфектик, конечно. Ну почему вы не понимаете, если вы на своей речи говорите мне, что вы могли меня слышать, я не знаю, это шутка или нет. Вы, ну это для меня не смешно. Но вы таким образом, типа, на следующие круги начинаете втопить меня. И сейчас вы это делаете. Кого мне подозревать? Вас, конечно же. Выставляю 3. Кого еще выставить? Выставляю 1. Я думаю, 2 красные, верю в шрифтство 10-го. Играю 2-10. Ну, больше нет? Нет. Играю 10-2. 3 мне не понравилось, я это объяснил. Шестой, посчитал меня красным, играю 6. В своей проверке я не боюсь, но просто не понимаю, что она вам дает. Вот и все. Я игрок красный, играю 2-6-10. Спасибо. Госпожа Митя, пожалуйста. То есть вы понимаете, что вы играете 2-6-10? Ладно, четвертый может так играть. Но третий не можно назвать шестого красным, когда у него четвертый акцентирован на черный. Смотрите, у вас четвертый акцентирован на черный. Вы считаете вторую красный. Я сказала, 2-3 красный. Шестой сыграл с 2-4. Ладно, послушайте меня, пожалуйста. Послушайте меня, пожалуйста. Игрок номер 6 говорит, что он хочет между 3-5 ему третья красная. А почему между 3-5 кто-то вообще у вас должен быть между 3-5? Мне сказали, вы потом исправите, что между 1-3-5, 3 больше красный. Но вы искали между 3-5 кого-то красный. Мы нашли третью красную. В смысле между. Если хотите искать кого-то между, то между 4-5. Мне кажется, что игрок номер 6 не красный. Вы, возможно, игрок номер 10. Если... Ладно. Если вы нашли его акцентированно красным игроком за что-то конкретное, пожалуйста. Я его красным не нашла. Я восьмую почитала за то, что она взяла правильную позицию. Мне кажется, восьмая взяла правильную позицию, поэтому она красная. Седьмую, извините. Я просто первый раз вообще с вами играю. Я не понимаю, но... Я же Казин Люцик, пожалуйста. Ну, смотрите. Я не хочу, чтобы вы пили игроков седьмой, там, десятый череп. И не пилить, мне кажется, красный 2. Я бы пили игроков 1-3-5, проверил бы 4 просто. 6 черных. Хорошо, я черный. Дивите, можете проверить 6, можете пилите меня. Я показал, я в десятом игроку. Если что, ты чувствовал 9, давай мы поднимем. Если ты не чувствовал 9, я не хочу поднимать. Проверите 9. Все, вы не пил. 1-3-4, верти шестя. Хорошо. Дивите, мне кажется, не знаю. Мне показалось, что 4-й красный, а тут 3-5, я говорю, что он типа черный. Я не знаю, я бы проверил именно 4-я, потому что вы до какой-то стороны. Выйду 1-3-6. Да, пилить меня, как что хочешь. Видите, как по-динамо ходит, я упор и кранчил. Хожете пилить меня? Пилить меня. Смотрите, я объясню, что меня единственное цепануло. Можно меня, пожалуйста, послушать? Спасибо. Меня что цепануло в речи 5-й. Она атакует 6-го с теми же аргументами, с которыми 3-я атакует 4-го. Прямо она их слизывает. Атакует другого игрока, но с тем же аргументом. Она предъявляет, ну то есть, если этот аргумент к 4-му, он более-менее валидный, то этот аргумент к 6-му не валидный. Потому что 6-й считает 4-го красным. С позиции 4-й красный, где 3-я, ну как бы чуть-чуть закинул, выставит 6. А она его выставила, выставляю 6. А, принято. Ладно, сорян, я думала, она его выставила. Короче, ну блин, я объясняю, почему мне 5-я чуть меньше нравится. Потому что 4-й между 2-3, ну как бы понятно, там непонятно, вы сыграли с 2. А у 6-го, 4-й красный, и 3-5 проатаковали 4. Поэтому он между 3-5 действительно, ну может выбирать кого-то. Мне это непонятно. Короче, я считаю, что первый точно должен попилиться, у него была плохая речь на попили... Госпожа Сильба. 4-я, 5. Я думала, что он не сыграет, что игрок, который ломает, оказывается, шериф. Но других шерифов нет, я не шериф, если что. Поэтому мы будем делать то, что вы скажете. Мне непонятно, почему первые с такой переговоркой, с какими странными рассуждениями, как от проверки 4, так как дает мне цвет, не хочет пилиться сейчас, вообще не понимаешь, чего вдруг, если у нас только один шериф, пусть он решает, кто будет пилиться. Почему 5? Потому что действительно то, что вы озвучили, понимаете, госпожа Меть, кто-нибудь меня тут слушает, вы говорите 6-го, странные акценты. Это сказала я в первую очередь, но я сказала это в другом смысле. Он сыграл 2-4, поэтому он выбирал между 3-5, а вы сыграли, я сыграла 2-3-5. Мы выбросили 4-го игрока, а если он играет с 4-ым игроком, он уже не может играть, он выбирает акценты между 3-5, он не может играть в команде, просто типа 2-3 вместе, или 3-5 вместе и так далее. И плюс мне показалось странное повторение с 4-ым игроком, вы типа динамику даете на 10-го, о ком поговорили 3-ми, что-то такое, там 4-6-10, у вас мнение что-то, господин Макон. Смотри, я хочу попилить, к вам обращаюсь, вы меня спасали, если вы были игроком черного, уже сразу меня бы затравили, я отсюда ушел бы, правильно? Вот, то есть могли все что угодно выдумать. Я предлагаю попилить игроков 1-3-4 в данный момент. Смотрите, 5-6, смотри, успокойся, смотри, я тебя, успокойся, я тебя не подозреваю, она красная у меня, правильно? Вот, 8, не черная, 5-6-8, такой команды я не разбираю, для меня 9 черный. Ну окей, ну хочешь так сделать, но он просто, ну мне, ладно, хорошо, выставляю 1, выставляю 3, выставляю 6. Вот, побили мы этим игроков. Даже если так, 4-5 для меня не мести в игрке черные, то 4-5-8, такой команды не боюсь. Под первой руке у нас выставлен игрок номер 3, игрок номер 3, в игрока номер 3 голосуют 1-3-6, 1-3-6 голосуют в игрока номер 3, игроки 2-4, 10 секунд. 5 голосуют в игрока 1, и игроки 7-8-10 голосуют в игрока номер 6. У вас время, а до сих пор у нас не все. Мне кажется, что это больше красное. Короче, смотрите, вы согласны с таким купеом? Я уверен в этом. Хорошо, но при одном условии. Если будет сон, шрифт идет, проверяет меня. В противном случае, я себе кредит не буду, извините. Вас устраивает это? Все, хорошо. Еще раз тогда покажете, по пальцам я озвучу. 1-3-6 голосуют в 3. 2-4-5 голосуют в 1. Остальные? Остальные в 6. Все. Я голосую в 3. Все. Спасибо. Спасибо. В городе голосование. Голосуем в порядке 3-4-1-6-5. 3-4-1-6-5. 3. Кто голосует против 3? Спасибо. Это два голоса. 4. Кто голосует против 4? Спасибо. Голосов нет. 1. Кто голосует против 1? Спасибо. Голосов нет. 6. Кто голосует против игрока номер 6? Спасибо. Это 6 голосов. 5. Поставьте руку против игрока номер 5. Один голос. Последнее слово. Господин Люцик. Смотрите, это будет не микроигрыш. Вы не попали. Пишите слово. Ваши проблемы. Вторая проверка шерифа. Стреляется два. По добросовым игроком покидает стол. В городе наступает. Вновь. Пойдет на пол ты. Пойдет аккаунт, пойдет HeatWalk. Потро два. Потро дин. Потро три. Потро пять. Потро шесть. Потро семь. Потро восемь. Потро шесть. Потро пledge. Пойдет на пол. Пошёл в троим 4 с говором. Пойдет. Доброе утро, госпожа Франга. Вы думаете 9 черный. Смотрите, я игроку номер 10 вскрылась по нулевому кругу, он меня не убил. Игрок номер 10 для меня красный. Что? Шестой по-любому черный. Это не важно. Вы голосуете игроков номер 3 и 4 в любом раскладе игры. Между ними есть какой-то черный игрок, мне кажется. И дальше, я не знаю, если будет какая-то угадайка между 5 и 8, я думаю, что тут есть красные игроки, которые выберут какой-то, ну типа, между 7 и 10. Вы подумаете, кто между 5 и 8 черный. Вот. Удачи. Я так переживала. У меня, видя, лишь от 3 красных, папа ссорится еще. Ну, в общем, 7 проверенные красные, неправильные красные. У вас время? 10 больше красных. Да, 10 красных. 10 красных. Круг начнет госпожа. Вставляю 4. Блин, ребята, у меня, если честно, тупо вот этот стол какой-то невезучий. Вот реально, с вами особенно. Это просто. Они постоянно пилят, выгоняют. Еще что-то происходит, когда я игрок красный. При том, что я не делаю вообще ничего неординарного или, блин, плохого. Ни для кого. Я даже сижу в начале, я даже не успеваю ничего сделать до того, как меня хотят выгнать. Смотрите, какие у меня красные аргументы. Во-первых, я показывала, что 7-8 вместе игроки красные. Допустим, вы можете рассмотреть команду 3-8, какую-то типа потенциальную. Но зачем я буду это делать между передострелом шерифа и показывать еще цвет 7, который на самом деле игрок красный. Дальше. Если бы я была черной, я... Сейчас, подождите, если бы я была черной, я бы могла подстраховать 9, если я черная вместе с 9. Я бы точно страховала. Я вот с этой стороны точно та, которая бы точно страховала своего 9. Я бы в него сломать бы не дала. Я искренне признаюсь, я четвертая подозревая по речам. И по лицу просто сидит, вы очень перепуганы. Я не знаю, чего вы боитесь. Но я не боюсь проиграть в какой-то команде... А, у нас нет никакой команды по-любому. Только 10, если черной. Но мы и так уже проиграли в любой команде. Мне кажется, что 5 не очень красные. Хоть вы играли против 6. Выставляю 3, хорошо. Ну, я не боюсь уйти. Просто вам нужно будет найти еще одного маха. Вот и все. Я надеюсь, у вас это получится. И я верю в то, что игрок номер 7 справится с этой задачей. Думаю, 10 красный. Я игрок красный. После моего ухода вам придется его найти. Вот и все. Спасибо. Град с этажами. Выставляю игрока номер 3, выставляю игрока номер 4. Послушайте, пожалуйста, меня. Послушайте, пожалуйста, меня. Я атаковала игрока номер 4. Сыграла игрока номер 3 за то, что она взяла игрока номер 2. Мне показалось это правильно. Игрок номер 6 сыграл ацензирован с игроками 2-4. Правильно? И выделил между 3 и 5. Пятый пой хуже. Было такое? Было. И я показывала, что 6 черный. Тогда игрок номер 10 говорил, что 6 красный. Я ему говорила, вы уверены, что 6 красный? 6 по-моему не красный. Я просила на него проверку. Все. Я точно игрок красный. Игрок номер 3. За то, что вы сейчас... Игрок номер 8. Просто подрубите голову и поймите, что я игрок красный. И мы с вами найдемся. Я надеюсь. Просто мне подозрительно, что игрок номер 8 на прошлый круг говорила, что 6 у нее красный. А я подозрительна. Вы говорили, что у вас 5 подозрительнее, чем 6. Мы спокойно... Смотрите. Я подозреваю эконом 4 за то, что он не убился. Просто я думаю, что 4. Вы крикнули на него отстрел. Помните? Нет. Нет, не то, что вы вместе черный. Я просто думаю, что он может быть черным. И типа, и они не поняли, куда стрелять. Но я думаю, что стрельну. Вы сломали. 4. К чему нет? Господа Жуна. В смысле? Они не поняли, куда стрелять. Если 4 черный, то он явно понимает, что стреляет туда, куда дан отстрел до этого. Вот и все. Это вообще никакой проблемы. Но вы все равно от этого черного, конечно, не становитесь. Ну, типа, как-то получается... Ладно. Против 5-й нет игры, потому что она действительно атаковала 6-го излишне заранее, скажем так. Это такой, я не знаю, ход наперед прям. И вторая, на самом деле, мы пытались ее атаковать, а нам тут опять же красный. Я такая думаю, блин, в кой ты веке? Наконец-то! Вольфрав против меня не играет, проверила. Поэтому не играет. Да, такая, да. Вот почему-то будет. Конечно. Я тут уже, значит, расслабилась. Так, первый красный мы снимем 4, между 3-8. Значит, я сейчас сразу... 10 секунд. Ну, что вам придется объяснять точно, это... Вы проказывали пятому игроку, что 4-6 не вместе. А после того, как 6-й ломал, почему-то показали, что 4-й точно черный. Гас, просил я вам слово. А, 6-й? Что-то я потерялась. Короче, у нас сейчас 3-3 не наступит, независимо от того, кого мы снимем. Да, я правильно понимаю, правильно. Выставляет 3, выставляет 4, выставляет... Выставляем. Ну, ладно, не буду выставлять пятого игрока. Типа, она красная. Просто единственные двойки, которые... Ну, у нас же только 6-й ушел точно черный. Он сыграл 4, я все это прекрасно помню. Он выделил 3 покраснее. Но первый игрок сказал, что он не хочет прицепить, но что он считает 6-го красный. Я это помню на вашей переговорке. Типа, я поперюсь только, если меня проверить. Поэтому я потом просила проверку вас. Первый на нуле просил проверить четвертого игрока. Я как-то по нему пытался мой этот цвет определить. Еще без понятия. Короче, и 3, и 5, атакует 4 с нуля. То есть потенциально двойка, которую я могу за ним в полу рассмотреть, я свой цвет знаю, только 3, 5. Но 3, 5, 6, как-то, честно говоря, не очень вяжется. А 4, 6, 9, ну как бы... Господин... Так, я сразу обозначаю. То есть вы меня не подозреваете, правильно? Ну так, только если я с четвертым, правильно? Не, без этого. Только если только с четвертым, правильно, игроком? Либо я даю... Я еще как... Я же грамотно, когда я ломаю игрока, когда... Ну я однозначно не острел, правильно? Должно как-то состояться. Либо у меня динамика такая была. За этим столом, как бы, ну, самое солидное, естественно, как бы слом, потом острел, все продумано. Я, когда подозреваю сильного игрока, я заранее показал. Чего подъема? Помните, я показал, то есть? От подъема отказался. Я потом уже сразу демонстративно убрал руки, чтобы не простраковались. Тут вы игрока за вернили, я такой... Уфуфуфуфуфуфуфуу. Уже все очень плохо. Я пятого игрока не подозревал. Не подозреваю, мне, что им игроком она не кажется. И до этого она бы для меня была игроком красным. Вот. В шестом у нас с вами у всех ошибка произошла. Вот мы все игроки красные, вот, игроки... Мы все думали, кроме пятого игрока, что шестой игрок, как бы, ну, не такой. Что ты думала, да? Десять секунд. Тоже думал, что красный. Решница. Выставляю четыре. Вот, да, номер голосного игрока номер четыре. Смотрите, если игрок номер пять красный не подозрел, научи переслывать... Господин Максим. Я имею в виду между трещинами и шестой, больше красным. Смотрите, жума, мне кажется, 4-8 есть черное. Это не точно. Просто смотрите. Пятая, мне кажется, больше красная. Вот из-за этих мыслей, то, что по поводу отстрела четвертого, да. Десятый, может, да, вскрылась, он сломал. Он мог сказать, стреляем на два. Не шучу. Ну, мог же, в принципе. Легко. Поэтому, наверное, он не черный. Хотя сломал, ну, все дела. Потому что, когда вы сказали в нуле, что вам показалось, что три-пять, но слышали четвертого, мне показалось, что либо вы с ним черное и знаете, что он черное, либо вы красное, либо вы красное. Мне пятая кажется красным. Сейчас четвертый говорит, я могу легко уйти, выставляю четыре. Сейчас четвертый, правильно снимаю? Я вам больше доверяю. Десять, все. Четыре. Давайте 4-8 снимем. Ну, вначале 4, потом 8. Как просчитать? Нет, сейчас четыре. Сейчас четыре. Стрельнут вас, если что. Голос вами. В порядке 4-3. 4-3. Как голосует против 4? Подождите, я ничего не могу так посчитать. Голоса. Спасибо. Пять рук. Поставьте руки против игрока номер 3. Спасибо. Два голоса. Последнее слово. Господин Анфи Пи. Да, Победа Города. Команда 4-6-9. У нас был отстрел на игрока номер 10. Ну, стадик. Да, он сломал. И потом, ну, я перемыкнулась с Люциком. Он показал, типа, один. Вот так вот сделал. Но я подумал сидеть в один. Ну, реально, я не видел, как, что. Он показывал, типа, два. Да, я не понял вообще, почему. Но я видел, вот, один. Ну, я и смотрел в один. Что, у меня жарко, что? Нет? Ну, я не понял. Лучше бы, наверное, ушел я. И Люцик бы потом как-то вот съехал. Но как-то его занесло вот это вот все. И он ушел. Жаль, конечно, но как есть. Спасибо. Я тупо вижу Люцику так сидит и ты кричишь.